Перестаньте судить по светским законам, ибо те, кто не судят по законам Аллаха, являются неверными. Тот, кто судит по светским законам, тот ловит ему сотоварищей, а в его решениях не может быть сотоварищей. Решайте все свои дела по священному шариату. Что вы несете такое? Вы являетесь антиподами шейха Мансура, его противоположностью. Вы являетесь теми, кого презирал шейх Мансур, теми, с кем боролся шейх Мансур. Если бы шейх Мансур жил бы сегодня, в наши дни, они бы объявили... В одном сообщении. Тумсо видел видео, как один пропагандист Чикатарка Грязного читал перевод письма послания шейха Мансура чеченцам. Забавно было, что они подняли эту тему на этом канале. Да, как раз это одна из главных тем, которые мы сегодня, иншаллах, обсудим и осветим. На днях на канале Чикатарка Грязный было в эфире этого канала, было зачитано письмо, послание имама шейха Мансура к мусульманам. Я хочу, чтобы мы с вами послушали это письмо, две с лишним минуты, уделим этому внимание. Внимательно послушайте, что пишет имам шейх Мансур. Да помилует его Всевышний Аллах. Собственно, ручно написано шейхом Мансуром. Да, это обращение к народу. Есть перевод? Есть перевод. Вы на следующей странице перелистаете. Давайте полюбопытствуем, что же писал наш уважаемый шейх Мансур. Значит, это в таком жанре обращения. Из сочинения, я зачитаю, с вашего позволения. Из сочинения Али Аль-Багдади это послание от имама Мансура, уполномоченного своим Всевышним Господом, проповедника Уммы Мухаммада, саллаху алей вассалам, и пришедшего именем Аллаха, всемилостивого и милосердного, ко всем верующим мужчинам и женщинам. Мусульманам и мусульманкам, и ко всем без исключения, что между Востоком и Западом. Мир вам, числом всех растений, земли и звезд на небе. Да убережет вас Аллах Всевышний от зла, злодеев и смуты миров. Амин. В общем, и дальше пишет шейх Мансур. Кайтесь же в своих грехах с чистым сердцем. Не будьте такими, как те, что забыли Аллаха, а Аллах забыл их. Аят. Сожалейте много о содеянных грехах. Перестаньте грешить, употреблять спиртное и табак, нарушать границы и причинять зло. Перестаньте судить по светским законам, ибо те, кто не судят по законам Аллаха, являются неверными. Тот, кто судит по светским законам, тот ловит ему сотоварищей, а в его решениях не может быть сотоварищей. Решайте все свои дела по священному шариату. Воздерживайтесь от убийства, ранения. Не наносите вред семье, наследству. Не подходите к запретному. Простите все грехи, что вы причинили друг другу. Драки, ранения. Украшайте свою речь и нравы всеми нравами Аллаха, особенно среди детей и жен. И будьте рабы Божьи, братьями поистине. Судный день близок, и признаки его видны. Не придавайте ценности мирскому, ибо оно тленное и проходит. А потусторонний мир, он вечен и стабилен. И нет блага в делах, кроме как посвященных тому миру. Если вы уверовали и здраво мыслите, да пребудет с вами мир. Это послание имама шейха Мансура к нам с вами. К поколениям, которые были до нас и к тем, которые будут после нас. И это послание не нуждается в том, чтобы я его как-то комментировал или разъяснял. Оно предельно ясное. Но есть здесь кое-что, на что я хочу обратить ваше внимание. Когда я увидел это поистине удивительное событие, я вспомнил аят из священного Урана, где Аллах сегодня говорит, они хитрили и Аллах хитрил. Просто задумайтесь о том, это ведь те самые люди, которые полностью противоречат тому, на чем был имам шейх Мансур. Они противоречат тому, что он описал в этом послании. Просто обратите внимание, он, шейх Мансур, боролся за то, чтобы на территории Кавказа никогда не действовали никакие российские законы. Чтобы мы, наши с вами вопросы, возникающие между нами, решали не по российской конституции, не по российскому уголовному или гражданскому праву, а мы их решали в соответствии с Кураном и Сунной. За это боролся шейх Мансур. И на этом пути, в борьбе за это, он отдал свою жизнь. И нам с вами в этом самом послании, он завещает, чтобы мы руководствовались этим, и чтобы мы тоже боролись за это. Он сообщает нам о том, что это является главной целью нашей борьбы. И вот вы представьте, те люди, которые полностью противоречат этому посланию, Всевышний Аллах заставил этих людей довести до нас с вами это послание шейха Мансура. Это поистине удивительное событие. Это, можно сказать, знамение. Знамение того, насколько могущественен Всевышний Аллах. Те люди, которые готовы сделать все, что угодно, чтобы это послание никогда не дошло до нас, которые заинтересованы в том, чтобы мы никогда об этом не узнали, эти же люди довели это послание до нас, до огромного количества людей, до широкой аудитории. И даже я сейчас это послание довел до вас их устами. Представьте себе, представьте себе, как круто это все устроил Всевышний Аллах. И устами этих нечестивцев он довел до нас с вами послание имама шейха Мансура. Да помилует его Всевышний Аллах. Стопудово. Как думаешь, Тумсо, почему сейчас в соцсетях кадыровцев идет частое упоминание шейха Мансура как первого и самого достойного эмира времен Кавказской войны, камень, благород соседям дагестанцам? Это, знаете, такой когнитивный диссонанс у меня бывает, когда я вижу вот эти публикации и думаю, блин, что вы несете такое? Вот вы являетесь антиподами шейха Мансура, его противоположностью. Вы являетесь теми, кого презирал шейх Мансур, теми, с кем боролся шейх Мансур. И эти люди сегодня постят его, восхищаются им. Но если вы им восхищаетесь, то вы должны соответствовать ему. Шейх Мансур не стал спасителем народа, как ваш Ахмат Кадыров, перейдя на сторону России. Нет. Он сражался с Россией. Сражался и погиб. Был пленен. Погиб в плену. А вы перешли на их сторону и стали сражаться с теми, с такими же людьми, как шейх Мансур. Вы стали с ними сражаться. В ряду врага. В ряду российской армии вы стали сражаться с шейх Мансуром. С такими же людьми, как шейх Мансур. С такими же людьми, которые были в рядах тогда армии шейха Мансура. И при этом вы восхищаетесь шейха Мансуром. У меня просто это не укладывается в голове. Что, интересно, в ваших головах происходит? Вам не воняет от себя, когда вы нечто подобное делаете? Ваши дети наверняка, когда они растут, у них же много бывает вопросов, любопытства, они наверняка вас спрашивают, слушай, отец, а как так? Шейх Мансур, он кто вообще? И вы ему говорите, он вот был воин, он воевал с Россией. И этот пацан вас спросит, ну а ты служишь же России? Ты же российский офицер, ты там российский чиновник. Как так тогда получается? Он же должен быть плохим, шейх Мансур. Вот как вы ему это объясните, мне интересно? Какие вы слова подберете? Хотя, учитывая, как вы работаете, работу вашей пропаганды, как вы можете вообще с ног на голову перевернуть все что угодно, вы, наверное, как-то им это объясните. Благо бабки имеются. Ассаламу алейкум, брат. Поистине, насколько же они глупы и насколько же Аллах наилучший из хитрецов. Люди, которые убивают и пытают невинных, прикрываясь законами РФ, в прямом эфире зачитывают обращение, в котором говорится, что это неверие. Если бы кто-то такое сказал в открытую, его бы точно забрали. Алейкум ассаламу рамату ла баракату. Если бы шейх Мансур жил бы сегодня, в наши дни, они бы объявили бы его ваххабитам, несколько статей на него сфабриковали бы, уголовных, либо убили бы, либо посадили бы на Волга в тюрьму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok